Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Готовлюсь к небольшой работе, работа связана с тем, что я вам как раз показал, как я работаю с красивыми словами, а значимости этой работы как-то мало людей могут это все оценить, что это делает именно для них. И к тому же решил вам показать, как я работаю. Включаю музыку, то есть не музыку, а радио там, по-моему, играло на семи холмах. Можно, конечно, и так музыку какую-то поставить свою. Сделай такую, можно сказать, атмосферу, которая вам нравится, в которой вы как-то чувствуете себя комфортно, какие-то возвышенные мысли что ли приходят. И начинаете писать слова, которыми вы себя укрепляете, возвышаете, делаете лучше, притягиваете разного рода положительные моменты из пространства. Насколько я понял, для большинства это особо не важно. А не важно по той причине, что не понимают, как я пишу, 95 просмотров всего лишь на все. Комментарии к ним без моего ответа. Так, красивые слова. Отзыв такой, по-моему, музыка не способствует настроить на красивые слова и гармонию с природой. То, что передавало радио. А здесь, вернее, дело в вашем вкусе. Что вам нравится, ставите. Можете специально отобрать. Ну, вот у меня получилось так, что то, что транслировала радиостанция, очень хорошо легли. Классическую музыку. Ну, хотя вот кто-то пишет с музычкой так классненько. Вот кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Пишет первая и вторая музыкальные вещи 80-х годов. Просто класс. Красивые слова. Так, сердце за слова не отдавай. Такой отзыв. О чем это пояснить, я спросил. Слова мало что значат, но дела, мое предположение, Петрович. Знаете, за любыми делами сначала стоит мысль. За мыслью слово. За словом дело. Ну, примерно сначала мысль, а потом уже идут и дело, и слово. Ну, слова, слова. Слова – это очень мощный инструмент, с помощью которого мы с вами можем взаимодействовать с пространством. Это очень интересная вещь. Видите, слова есть в молитве, слова есть в заговорах. Это очень мощные инструменты, с помощью которых вы можете чего-то такого достичь. Слова есть в этих самых, в образно-волевых настроях, в утверждениях. То есть, за словом идет энергетика, которую вы можете. Вы можете, 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 а можете и не можете. Вот так, как я использовал музыкальный, будем говорить, фон. Я сейчас просто-напросто, этот видос, мне не хочется его выбрасывать. Хочется оставить его. Я наложу совсем другую музыку, и всю эту музыку, музыкальную часть, к тому же, я быстро прокручу. Чтоб видео было где-то намного короче. Вот. И... И, 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 короче, вы думали, что, что и как. Вот даже, знаете, люди молитвы читают по-разному. И, в зависимости от того, как вы ее прочтете, сколько вы эмоциональной энергии туда вложите, такова будет и отдача. Поэтому, получается, что для одних это просто какие-то пустые звуки, а для других это мощный инструмент по преобразованию самого себя и своей жизни в целом. Запомните это. И я этим делом, ну, стараюсь заниматься довольно-таки усиленно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! На ваших глазах я примерно полчасика поработал с красивыми словами. До этого, видите, я уже исписал красный стержень. Кстати, подходит к концу и... и синий стержень. Пока сейчас посмотрим. Да, практически вот ничего не осталось. Видите, два стержня исписал. Стружусь, стружусь. И знаете, как это проявляется? Вот я ехал в купе. В купе там со мной ехали три женщины. И две из них были на верхней полке. И ночью поезд едет. Я чувствую, что-то вставает там. Грохотать. Им стало жарко в купе. Они открыли верхнее вот это вот окошко. Что-то им можно было там сказать. Вспилить можно было. И тут вдруг я себя поймал на мысли. Я же пишу красивые слова. И там есть такие слова. Я доброжелательный. И вот это только, знаете, я хотел что-то такое сказать. И тут не... Я доброжелательный. Ну ладно. Если надо открыть, вам стало там жалко, пожалуйста, откройте, проветритесь. Не без того. Вот как это работает. Ну я уже говорил. С помощью этих слов вы входите в космические потоки, где в тонком мире хранится или находятся разного рода блага, дары. И потихонечку с ними соединяетесь. Естественно, и здесь надо себя вести подобным образом. Но подобным образом, работая над собой, что с вами происходит? У вас потихонечку все-таки начинает меняться сознание. У вас начинают меняться черты характера. А это именно то, что нужно. Для чего мы и трудимся. Вот такие-то дела. Так что старайтесь работать с красивыми словами, с красивыми образами, со здоровыми состояниями. И с помощью мысли, именно мысли, это тот инструмент, который притягивает это все к вам. Удачи вам на жизненном пути. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Академия. Академия.